Ранить словом – это такая формулировка, которая редко, наверное, приходит на ум, но когда нечто подобное случается, оно способно, конечно, сильно поменять отношения между людьми. Как это происходит? У нас с вами есть множество всяческих разных уязвимостей. Мы же не чувствуем себя во всем уверенными. Мы, с одной стороны, вроде бы во всем уверены, но это такая наша позиция. А вот с точки зрения внутреннего ощущения мы всегда о себе сомневаемся, потому что с самого раннего детства мы все время были маленькими, уязвимыми, нас все могли, так сказать, пнуть, ткнуть и так далее. И у нас возникают вот эти такие больные пунктики. Человек даже может про них особенно не задумываться. Но вот молодой человек говорит девушке, ты на любителя. Он может в этот момент думать очень хорошее. То есть он может думать, например, что вот есть какие-то эталоны женской красоты, а есть девушки с какой-то внутренней оригинальностью, с какими-то внешними чертами, особенными, отличающими ее от других. И они не всем нравятся. Ну вот мне нравятся монголоидные, например, лица. У меня мама такая, вся семья такая с монголоидными лицами. Мне кажется, это очень красиво. Но формально монголоидное лицо в нашем пространстве, оно как бы на любителя. Как это может ранить, представляете? Как это может быть чудовищно, неприятно услышать? Потому что прочтет-то человек боль свою, а не то, что вы сказали. Боль свою прочтет, понимаете? Вот в чем драма. И наша задача, конечно, в этом смысле всегда быть очень тактичной. Броские какие-то формулировки или определения, крылатые фразы и прочее, они недаром, как бы сказать, фиксируются в массовом сознании, потому что они кому-то делают больно. И надо быть с ними все время очень осторожными. Не ранить друг друга. Запрещается. Продолжение следует...